приветствую всех любителей винограда также своих подписчиков меня зовут юрий стражев и канал виноград личины друзья у нас сегодня 15 июня 2019 года стоит хорошая теплая жаркая погода смотрите виноградник уже перерос верхнюю проволоку то есть происходит сейчас цветение цветет практически все перецветает от цветает но еще друзья такой наболевший вопрос полив винограда во время цветения до этого года даже два года подряд у нас стоит во время цветения засуха жира раньше как бы я у меня была на уединограднике проблема с цветением была холодная дождливая погода виноград перецветал как бы пылялся не совсем хорошо сейчас же все наоборот стоит сухая погода в прошлом году у нас температура была примерно вот это время плюс 25 плюс 28 то есть комфортная хорошая погода для тетения но я все равно иногда поливал свой виноград примерно 1-2 ведра там через два дня через три дня и поливал в трубку свою то есть чтобы не пересыхало чтобы влажность поддерживалась то же самое я друзья сделал в этом году два ведра через день я поливал на свой виноградник но проходя мимо кустов сейчас мы стоим возле красотки и там за мной еще эти титлис я заметил что идет осыпание ягод вот можно посмотреть на листу то есть ягоды не успели завязаться не успели опылиться и они уже посыпались вот видно гроздочки вот смотрите вот такие желтые колпачки не дают вернее засыхает и не успевает виноград опылиться сейчас мы стоим возле сети длиса буквально груза два дня высох и осыпался вся зависть на инсети длисе вот можете посмотреть стоят вот такие сухачи вот видите хотя смотрите соседние у меня алешинки вообще без проблем опылился красавец они виноград вообще четко идти идти длис меня такого еще друзья не было я конечно же что опять делать я как это знаменитой игре звонок другу звоню своим друзьям звоню на на гомельщину сам саши дубовскому звоню на пенщину алексея первому ребята что делать засыхает вот эти лис хотя знаю что ягода хорошая куст хороший сорт хороший что должен расти все засыхает гору поливаю поливаю два ведра воды через сутки поливаю даже нагреваю в бочке в бочке теплая вода стоит это с поливачки вот в трубу сразу под корень доходит мало 2 литра ой 20 литров воды а куст уже шестилетний очень мало и вот так а сколько надо цветение идет какой может быть полив 200 300 литров воды друзья 200 300 литров воды во время цветения я просто не повел своим ушам вот поливай нормализуется яру так а как нагреть воду так ничего не надо греть берешь воду со шланга поливаешь и 200 300 литров воды на под куст примерно на пять дней то есть через пять дней такой полив если будет стоять жара жара у нас уже друзья в этом мне последний раз был дождь неделю назад прошелся такой вот ливень хороший ливень даже у меня первое а злата начала за цветать и вот такой дождем такой был сильный дождь что позбивало вот эти вот уже мои завязи которые перетели даже ничего страшно там злата еще и там нормально есть еще гроздочки но такое что засыхает у меня еще такого первых не было и жара уже гору стоит неделю друзья 30-34 градуса мы живем на западе беларуси северные широты а у нас жара такая как в южных странах и это стоит уже целую неделю ночью плюс 20 и судя по прогнозам еще целую неделю простоит жара 25 28 то есть поливать нужно обязательно от хотя меня еще смотрите замульчирован мой виноградник и толстым слоем я вам сейчас вот немножко отверну засуну туда руку друзья видите земля влажная то есть важно влага тут держится вот не песок не сыплется ведь рука вот черная наш влага держится и все равно этого не достаточно корни шестилетний куст корни расходятся я там еще за этим радом меня еще один рад молодой новый я выкопал буду садить так вот когда копал тот рад друзья это от этого рада кто до того два с половиной метра то там корни уже зашли от этого куста зашли туда поэтому куст разрастается и поливать нужно много сейчас друзья пройдемся к кусту где сейчас идет полив я вам покажу как поливая друзья подошли к кусту я еще вот последние буквально остались я вчера поливал целый вечер сегодня у днем даже жарой поливая ничего страшно потому что идет сразу глубинный полив идет труба и получается что сразу непосредственно к глубинным корням поливается вода вот смотрите со шланга вот видите у меня своя скважина пробита то есть вода как бы бесплатно вот смотрите представлю руку видите идет цветение винограда все цветет то есть все по честному без обмана что я там могу это обмануть во что не во время цветения поливается виноград как замерить примерно 200 300 литров воды и как я делал я брал 10 литровое ведро брал телефон друзья здесь меня телефоне но неважно принципе у кого часы есть то есть надо замерить какой напор у вас или давление воды берем 10 литровое ведро и засекаем у меня ровно за минуту набегает 10 литров воды вот такое мне давление мне получается под взрослый куст от четырех и дальше и выше допустим лет кусту то можно 300 литров воды примерно соответственно мы ждем 30 минут вода бежит туда за 30 минут туда набегает 300 литров воды у меня еще есть трехлетки при от удалил только 150 литров то есть 15 минут и 150 литров воды под куст прошли с утра с друзья сутки осыпание пока я никаких не больше не наблюдал красотка становилась она реально становилась пока не сыплется не знаю как будет дальше но уже анти и сидлис я думаю что уже будет поздно его восстановить поэтому друзья такие вот как бы и проблемы что и во время цветения как бы нельзя ничего делать не поливать не удобрать не кормить ничего а вот в связи с тем что происходит такая стоит жара что цветки засыхают от жары нужно поливать виноград друзья мне мои подсказали я конечно принял это решение а вам самим решать поливать или не поливать решается друзья сами но я свой виноград поливаю как произойдет потом уже после цветения какой будет виноград какие будут завязи какой будет результат я конечно покажу вам сниму и покажу все друзья что я хотел рассказать в этом ролике принимается правильное решение всем хорошего цветения опять же погоды хорошей всем пока